Строительство торгового центра перед детской больницей по улице энтузиастов, что в юго-западном районе столицы вызвало большой общественный резонанс. В администрацию столицы поступает много жалоб по этому поводу. Ситуация сегодняшнего дня в нашем материале. Идущая стройка заняла всю прилегающую территорию. Добираться до поликлиники стало неудобно. Прежняя дорога от остановки к входу в больницу осталась за забором. Мама с детьми идут в обход, а затем и вовсе по проезжей части. Очень не устраивает то, что здесь сейчас стройка идет. Очень неудобно ходить. Видите, здесь страшно. Торговый центр, мне кажется, здесь ни к чему, потому что здесь рядом в трех минутах есть уже торговый центр. Неизвестно, что там будут продавать. Возможно, даже алкоголь. Так что перед детской больницей, думаю, не место таким центрам. История с этим земельным участком началась еще в 2009 году, говорят в администрации города Чебоксары. Он находится в аренде у предпринимателя. Есть все соответствующие документы. Но нынешние власти, понимая абсурдность ситуации, пытались прекратить договор аренды, решив, что зеленая зона для отдыха здесь будет более кстати. Земля долгое время пустовала, но бизнесмен отстоял свои права в суде и начал строительство. Общественность забила тревогу. Остался всего лишь один эвакуационный выход. И в случае с какой-то несчастьем, я сомневаюсь, что они на себя возьмут ответственность за пострадавших. Сюда не подъедет ни одна, ни скорая машина, ни пожарная, ни газовики при одном выезде. После окончания строительства добавятся парковочные места, где будут стоять машины. И, естественно, будут случаться эксцессы с участием детей. Администрация столицы еще раз провела переговоры с предпринимателем. Было предложено еще раз пересмотреть проектную документацию, для того, чтобы проход от остановки общественного транспорта до крыльца детской поликлиники и больницы был организован через это здание. То есть там сделать арку. Но владелец будущего торгового центра отказался это сделать. Сейчас в администрацию города поступает очень много обращений от горожан и общественных организаций города против строительства данного торгового центра. Поэтому, но хочу сказать, что решение о запрещении этого строительства может принять суд. То есть необходимо для этого обращение в судебные инстанции. Администрация города сейчас неуполномочена прекратить действия разрешения на строительство. Все же непонятно, почему мэрия, подписавшая когда-то аренный договор, не может опротестовать решение суда, если оно противоречит здравому смыслу и предложить взамен предпринимателю другое место. Ведь был же прецедент по участку около гимназии номер 4 по улице Энгельса. После долгих разбирательств там все же прекратили строительство здания. Татьяна Трофимова, Арена Гавилян, Александр Петров, Республика.